В декабре 2018-го в эфире нашего телеканала мы рассказали историю жителей дома на улице Стрелковой областного центра. Два подъезда страдают от действия одного единственного соседа. Выход с третьего этажа, вот сюда буквы хренов нет, стекло разобьется на третьем этаже. Бук там, то банкон, значит. Ну, это, а каждый день он безобразничает, вызывают ежедневную милицию. Сам он инвалид, в ВТП сидел, там ему ногу отняли. Жители двух подъездов буквально не спят. День или ночь, неважно. Из 101-й квартиры постоянно доносятся либо звуки работающего телевизора, либо ударов по батареям. Там бывают иногда перерывы, когда у него деньги заканчиваются, но он либо по батареям колотит, стучит своей палкой, либо еще что-нибудь. Вот попыталась с ним побеседовать, но просто спокойно, хорошо. Он обтирал машину тряпкой, какие-то химикаты для обтирки стекол, да. И вот он этой тряпкой взял, ударил меня в лицо. Ну, кого дети тут кругом бегают, где искать свидетелей, как себя с ним вести. Это беспредметный разговор. Другой раз просто она просидела у подъезда, у меня ребята красили, лишала. Он вот поставил мне костыль на ногу, и вы можете представить, он давил. Он давил. И сколько мне сил требовалось вот женщине в 70 с лишним лет от него увернуться. Он опасен просто, он болен. В своем материале мы подробно рассказали о бездействии правоохранителей и обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган дал правовую оценку работе полицейских. Было установлено, что сотрудниками МВД России в нарушение федерального закона о полиции принимался не весь комплекс мер, направленных на профилактику угрозы жизни и здоровья граждан прав и свобод жителей указанного дома. Кроме того, не решался вопрос о возбуждении отношений указанного гражданина дела об административном правонарушении за мелкое хулиганство, что предусмотрено статьей 20.1 КОАП РФ. Также было установлено, что сотрудниками полиции направлялись материалы проверок в департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Данные материалы неоднократно возвращались в полицию. За исключением реакции надзорного ведомства, за два месяца ситуация особо не изменилась. Даже представление об устранении выявленных прокуратурой нарушений не заставило стражей порядка вмешаться в ситуацию. И нарушитель продолжает бесчинствовать. Полицейских жители дома по-прежнему вызывают едва ли не каждый день. И по-прежнему стражи порядка разводят руками. Сосед не открывает им дверь, а не попав в его квартиру, они не могут составить протокол. И тем удивительнее эта запись. На видео полицейские выходят из квартиры шумного соседа. А вот и он сам, вслед за гостем в погонах. Но протоколов по-прежнему нет. И еще одна запись, представленная нам жителями дома на Стрелковой, особенно удивляет. На ней полицейские разговаривают с хозяйкой соседней с хулиганом квартиры. А когда женщина уходит, начинают выламывать видеокамеру из ее двери. Большинство вопросов, заданных в нашем репортаже, так и остаются без ответов. Более того, с последними видеозаписями появились новые. Отчаявшись добиться тишины и спокойствия в собственном доме, жителей готовят обращение к губернатору. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, Денис Денисов, РТВ Иваново.